Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растения против зомби и у нас на очереди девятая миссия третьей главы. В восьмой миссии мы получили новое растение, это высокий рех за 125 монет. Мы его брать на миссию не будем, это больше растение такого вспомогательного характера, очень такое узкоспециализированное и фактически является барьером, который сдерживает противников. Но не просто противников, больше оно направлено на таких противников, как к примеру атлет в шестом, либо же зомби с дельфином, которые могут перепрыгивать через любое растение. Но высокий рех им не по зубам. Мы сейчас в принципе уже подобрали растение на миссию, единственное что я вместо бомбы картофеля взял водоросли. Водоросли нам помогут лучше справляться с водными противниками, но замена вообще назревала давно. Фактически кабачок у нас выполнял те же функции, что и бомба картофеля. А бомба картофеля хоть и на и дешевле, но это все-таки оружие, которое надо время для того, чтобы активироваться. Кабачок оружие мгновенно и может сразу убрать любого противника на поле. К нам сейчас идет первый противник на второй линии. Мы уже высадили достаточно подсолнухов, но еще надо парочку посадить. Мы в последнее время получали, наверное, почти в каждой миссии вооружение и это может ввести заблуждение игроков. В том плане, что есть соблазн вносить какие-то коррективы в список вооружения, но на самом деле я это делать не советую. Если вы проходите все миссии легко, то не смысла что-то менять, только в том случае, если у вас не получается пройти какую-то миссию. Только тогда есть смысл кардинально менять список вооружений на миссию. В будущих главах нам придется это делать рано или поздно, потому что уровень сложности игры увеличится. К уже имеющимся противникам добавятся новые, то же самое у нас произойдет и с арсеналом, добавятся какие-то новые виды вооружений и тогда будем менять тактику. Я допускаю, что мы прибегнем к высокому ореху, от которого мы пока отказываемся. Вообще, высокий орех, он отлично сочетается, к примеру, с тем же Чампором. Он его прикрывает, пока Чампор переваривает пищу. Очень он также выручает в миссиях, где есть задание во второй части игры растения против зомби. Там в рамках определенного бюджета мы высаживаем наше растение и орех становится на передний план. Сдерживает натиск противника, насколько это возможно. И, к примеру, тот же горох, либо же арбуз расстреливает противников из-за укрытия. То есть, в качестве укрытия орех очень отлично справляется. Но пока что нам эта преграда не нужна. У нас есть достаточно вооружений, которые бы справлялись с противником. Отлично. Тот же Чампор, который является барьером неплохим. Да и много другого вооружения. А мы сейчас тем временем высадили плантацию подсолнухов. Уже посадили на суше горох и Чампор наверху и внизу. Нам надо сейчас активно садить горящее дерево, потому что горох без горячего дерева не так эффективно будет убирать зомби. У нас появляется зомби в воде, но ненадолго. Его водоросли тянут вниз. К нам сейчас движется свежая партия зомби. Мы сейчас вниз ставим горящее дерево. И на пятой линии идет зомби в колпаке, с которым справляется удачно Чампор. На нас сейчас надвигается большая волна. Этот решил выкопать Чампор на пятой линии и вместо него поставит горящее дерево, а Чампор передвинут вперед. Наверху бежит атлет, который перепрыгивает через зубастик, но от второго зубастика он убежать не смог. Появляется у нас зомби с дельфином на третьей линии. Я думаю, что с ним справится отлично Кабачок. Что и происходит. Мы сейчас ставим на пятую линию зубастик и также водоросли воду. Мы сейчас посадили горящее дерево на пятой линии. А нам надо еще посадить горящее дерево в бассейн. Хотя, возможно, вместо него, я думаю, что вполне справится и зубастик. А наверху я смотрю, что атлет перепрыгнул через Чампор, но от гороха он не смог спрятаться, и горящие ядра его уничтожили. Появляется сейчас зомби с ведром на голове. Его удачно съедает Чампор. И на той же линии бежит у нас атлет. Ставим сейчас горящее дерево в бассейн. И более или менее уже сформирована линия обороны. Бежит сейчас атлет внизу. Мы там же ставим кабачок, который давит одного из зомби. И атлет смог перепрыгнуть через горящее дерево. Мы применяем перец. На второй линии появилась машина, которая укладывает лед. На насчет надвигается большая волна. Ставим срочное Чампор внизу, потому что атлет съел горох наш. И к нам движутся многочисленные силы зомби. В бассейн сейчас садим водоросли. Также в бассейне появляются зомби с дельфином. Но с ним расправляется Чампор. Нам надо сейчас выкопать Чампор на шестой линии и посадить вместо него горох. Там мы вынуждены были возле подсолнуха всадить Чампор, потому что прорвался атлет. Получаем наконец-то алмаз. И у нас уже на текущий момент 3,5 тысячи долларов. Буквально нам осталось 1,5 тысячи для того, чтобы зайти в лавку Дэйва. Там мы можем купить за 5 тысяч либо горох, пулемет, либо же сдвоенный подсолнух. Я думаю, что есть смысл все-таки купить сдвоенный подсолнух. Это нам даст, в всяком случае, экономию территории. Нам не надо будет посадить 2 ряда подсолнуха. И вполне хватит одного такого ряда. Наверху к нам бежит зомби в шестом. В бассейне появляется противник с дельфином, но его вниз тянут водоросли. К нам сейчас бежит свежая партия. Опять появляются атлеты. Но с ними справляется зубастик. Очередной у нас атлет на шестой линии. Там его уже добивает горох. И у нас был еще зомби в бассейне, который его съедает Чампер. На нас надвигается большая волна. Это уже финальная часть игры. Появляются противники в бассейне. Также на пятой линии появилась ледоукладочная машина. Ее съедает Чампер. Хочется мне посмотреть, когда же появится там бобслейная команда за этой ледовой машиной. Возможно появится, а возможно нет. Но как-то не хочется усложнять себе жизнь. Поэтому все-таки я не допускаю прорыва машины и сразу ее ликвидирую. У нас остался последний противник в бассейне. Горох пока с ним не справляется. Я думаю, что есть смысл накопить на Чампер. Пока подождем, что зомби справятся с горохом. И сразу ставим Чампер. Но горох его добивает. Чампер не успел. Проходим данную миссию и получаем записку от наших зомби. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok